Добрый день, Тютин Василий, Сельхозакадемия. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Игорь Тюрин, представитель Ограрного комитета, Центрального собрания Нижегородской области. Игорь Александрович, сегодня Вы присутствовали на деловом завтраке по теме цифровизации промышленности как инструмент повышения эффективности производства. Насколько, по Вашему мнению, важно внедрение IT в ЭПК и подготовка кадров для ЭПК, перерабатывающей промышленности? Тема, которая сегодня обсуждалась, является, на мой взгляд, принципиально важной, потому что определяет будущее развития промышленного комплекса не только Нижегородской области, а всего Российской Федерации. И здесь хочется отметить, что пока у нас с точки зрения цифровизации сельского хозяйства сделано немного. Поэтому, обращаясь к преподавательскому составу Сельхозакадемии, я бы хотел попросить еще больше сосредоточить усилия на подготовке специализированных кадров, инженеров по IT-технологиям и, возможно, даже, не знаю, есть ли у Вас факультет такой цифровизации экономики, но на это внимание надо очень серьезно обратить, потому что сейчас сельскохозяйство страны развивается, это очень важный тренд, направленный на занятие населения сельских территорий, трудоустройства сельских территорий и выполнение задач по безопасности, продовольственной безопасности Российской Федерации и нашего региона в том числе. Поэтому здесь важно внедрение IT-технологий, которые являются представляющей частью цифровизации, в закупках, в продажах, в бухгалтерском экономическом учете, в системе управления современных. Возможно, даже не только студентов нужно готовить, а проводить, организовать отдельные курсы для руководителей предприятий, для бухгалтеров, для экономистов, для агрономов, как это ни странно звучит, чтобы возникли коммуникации между специалистами в сельхозтоваропроизводителях, с промышленностью, с бытовыми сетями, полностью что можно включить в этой жизни, на взаимоотношения между производителями и теми людьми, кто обеспечивает это производство средствами защиты растений, удобрениями, всевозможными кормовыми добавками, обеспечением урожайности, безопасности, чистоты производимых в сельском хозяйстве продукции. И это все, естественно, повлияет в дальнейшем на производительность труда и эффективность работы сельского хозяйства в целом. Я сказал много, но, по-моему, главное много. И вот важный момент. Сегодня губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что поддержка даже сельхозпроизводства, она курируется и не только Минсельхозпродом, но и Минпромом, и Фондом развития промышленности, подвидностный ваш комитет аграрного и штатоградного загсобрания. Планирует ли помогать сельхозтоваропроизводителям получать эти средства, внедрять и так далее, то есть соорганизовать их деятельность? Вопрос очень актуальный, и он современный, современный, своевременный. Мы, как раз, этим всем занимаемся очень серьезно. И депутаты, не только аграрного комитета, а все депутаты загсобрания области, а мы объединены в очень серьезной лопе, на мой взгляд, она в одной из самых сильных, все воедино, от коммунистов до единороссов, для того, чтобы поддерживать сельское хозяйство. Потому что это наша Родина, это жизнь, это любовь к земле. Мы в этом направлении очень серьезно работаем. И выделяем максимальное количество денег в бюджете, в том числе и на статьи по повышению цифрализации, есть моменты дотации, замены сельскохозяйственного оборудования, кредитования, обновления производства. Эти все вопросы идут, и совместно с Министерством сельского хозяйства разрабатываются и в едино существуют. Последний вопрос. Стратегии развития Нижегородской области. Вы ключевую роль сыграли в сфере развития АПК и лесохозяйственного комплекса? Участие в разработке стратегии в этом направлении. И особое направление усилий заключается в подготовке специалистов и развитии сельских территорий. Причем нельзя рассматривать стратегию развития АПК только как сельского производства. Там это целый комплекс мероприятий. Дорожное строительство, водоотведение, водоподведение, газификация территорий, улучшение социального обслуживания населения, строительство фапов, фельдшерско-кушерских пунктов, новых медицинских центров, школ, больниц, садиков, клубов. Все это работает и в программе заложено. Мало того, мы проводим серьезное объединение усилий Министерства социальной поддержки, промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, которое направлено в принципе на развитие сельских территорий. Они объединены в радиопартийных проектов. Есть проект «Единая Россия», «Российское село», который объединяет, я курирую его на региональном уровне со всеми возможными рекомендациями из Москвы. Этот проект работает, он в целом рассматривает поддержку сельских территорий. Самое главное, вы создали при комитете научно-научной... У нас есть научный экспертный совет, вчера было заседание происходило, научный экспертный совет, а были представители ведущих предприятий. И мы рассматривали вопросы, прежде всего, закрепления молодых специалистов на селе. Вы представитель стихоскадемии, ваш проректор. Были комплексы мероприятий продуманы, которые направлены на то, чтобы стимулировать изначально целый комплекс мероприятий, вот заключение договоров подначальных между предприятием и студентами, и увеличение дотаций на подъемные людям, которые приходят с высшим и средним образованием. Причем мысль даже была в том, чтобы суммы были одинаковые подъемные. Сейчас у нас 70 тысяч человек получает со средним образованием 100 тысяч рублей при устройстве на работе свыше. Мы хотим эту цифру поднять или делать эти поддержки только раз. Минсельхоз подготавливает программу. И, естественно, речь идет о том, чтобы субсидировать личное строительство. Возможно, скоро будет разрешено, точнее, не разрешено, а расширена программа покупки бэушного жилья, то есть, со второй руки, вот, и четко это будет работать. Выделяться на это будут деньги. Кроме этого, безусловно, будет увеличена дотация ежемесячной молодым специалистам в течение 5 лет работающих на селе, чтобы эти кадры закрепились. Можно смело сказать, что этот совет при вашем комитете, он практически переводит все идеи, в том числе и стратегии, то, что сказал губернатор, в практическую плоскость. И это, вот, сказать, палочка-выручалочка для аграриев. Они не только могут обращаться, но и они могут смело переводить свои идеи в практическую. И сельхозакадемия здесь в опору. Я считаю, что недостаточно у нас пока идет четкое взаимодействие между правительством и сельхозакадемией. Есть еще куда развиваться. Оно есть, но там еще есть на чем работать. Вы правильно об этом сказали. С точки зрения практического исполнения задач, я считаю, что за два года моим руководством комитета, депутатами, которые в комитете есть, полностью изменен формат проведения создания Родопрограммного комитета. Где мы не просто там критикуем друг друга или учим жить, как зачастую бывает. Мы обмениваемся четкими точками зрения. И вместе в виде разного формы сотрудничества, обсуждения, мозговых штурмов думаем о том, что нам нужно сделать практически, без разговора, а именно в практических шагах, чтобы жизнь аграриев была лучше, более комфортной. Производство росло, и задачи по выполнению производственной безопасности региона выполняли 100%. Есть чем гордиться. К примеру, допустим, бюджет 2018 года, 400 миллионов больше, чем бюджет 2017 года. Это произошло. Именно деньги идут на поддержку аграриев в разных управлениях. Дотация молока, несвязанная поддержка растений и водам, дотация покупки удобрений, замены техники на более новые, новые взаимоотношения с Росогройблизингом у нас колоссальное. В этом году подъем покупки, обновления техники у селян. Мы это дело делаем. Сейчас приятно отметить, что цена закупочная на зерно в этом году практически в два раза больше, чем в прошлом. В прошлом году на зерно стоило пшенец, образно говоря, продовольственное до 5 рублей. Сейчас она около 10. Рынок так сформировался. Поэтому я надеюсь, что эти деньги придут к селянам и принципиально изменят их финансовое положение. Ну и, конечно, помощь государства всегда будет поддержана депутатами, министрельхозом. Спасибо огромное, Игорь Александрович. Будь добры.